Завязывайте. Вниз, верёвочки вниз. Разгладить каждый уголок ткани и аккуратно завязать платок. Перед дефиле важно предусмотреть каждую мелочь. Команда Дома детского творчества имени Бредова неоднократно становилась лучшей на намоднении. В этот раз в коллекции восточные мотивы перекликаются с современными тенденциями. Я вам могу сказать, что это тренд 24-го года даже. Нам запретили театрализацию, но знают все наш коллектив, что мы немножечко не послушались. И всё-таки Толику за счёт музыки и нескольких движений мы дадим почувствовать аромат Востока. Не пропускают намоднение и участники из Мурмашей. Коллекцию «Кташка» дизайнеры создали для новой номинации «Модная Арктика», которую приурочили к юбилею Мурманской области. Я уже занимаюсь росписью одежды более около трёх лет. И пришла к Марии Юрьевне и сказала, давайте сделаем это вместе. Я где-то неделю не спала, чтобы это всё создать. Техника тай-дай, роспись по ткани. Это всё украсило коллекцию и получился вот такой у нас шедевр. Называется «Кташка». Создание эскизов, бессонные ночи за шитьём и декорированием, выбор аксессуаров – всё это позади. Сегодня модели и дизайнеры наслаждаются своей заслуженной наградой. Громкими аплодисментами гостей показа. Традиция демонстрировать лучшие наряды мурманских дизайнеров зародилась ещё 23 года назад. В этот раз модели из Мурманской области, Пермского края, Архангельска, Омска, Санкт-Петербурга, Петрозаводска и Вологды продефилировали в стенах художественного музея. 30 коллекций молодёжной, концептуальной, городской и детской моды, каждая из которых отвечает на запросы современности. Мы не можем создавать моду отдельно от человека, который будет её носить. Тогда для чего её создавать? Поэтому для нас очень важно, чтобы всё, что создаёт наш дизайнер, чтобы это было актуально, чтобы это было востребовано, и чтобы, в первую очередь, это было интересно молодому поколению. В этом году победителям представится возможность отправиться на международный фестиваль «Русский силуэт» в Москву. Там работы молодых художников, модельеров и дизайнеров оценят на самом высоком профессиональном уровне. Евгения Игорячуха, Андрей Бричко, ТВ21+.